Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы рассмотрим еще одну технику. Технику, в основе которой лежит закон отражения, его свойства. Кому она полезна? Тем, кто занимается своим саморазвитием, кто хочет глобально в себе каких-то перемен. Мы понимаем, что весь мир окружающий – это отражение нас, потому что это продукт нашей психики, субъективного восприятия. И если это так, а это так, то первое, кого надо менять, когда мы что-то в жизни видим, чем-то недовольны, чем-то раздражаемся и так далее – это себя. Итак, что происходит, когда применяется практика? Например, вот вы идете на улице, и кто-то выругался матом, и у вас внутри поднялась буря. Или кто-то рядом закурил, и от него воняет, и вам неприятно, как он воняет, и вы готовы сейчас включиться и дать замечание человеку, вообще на каком основании вы здесь курите и так далее, и так далее. Поднеслась перебранка. Таких ситуаций в жизни очень много. Но вот если все-таки взять и рассмотреть ответственность, вернуть в себя, и понимать, что этот человек в вашей жизни появился не случайно, он является лишь тем указателем, который говорит вам, там, в тебе есть такая-то программа, измени ее, и тогда в твоей жизни перестанут встречаться вот такие люди, там, дурнопахнущие, или ругающиеся матом, или, 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 да. Тяжело даже некоторым, наверное, поверить в то, что такое может быть, и то, что, как это менять не того, кто курит, и не тот, кто ругается матом, о себя, да. Не просто так этот человек пришел в вашу жизнь, и реакция в данном случае – это ваша, да. И раз она ваша, значит, мы рассматриваем вариант, как работать с реакцией. Реакции у нас, как правило, происходят инстинктивно, неосознанно. Значит, они лежат уже на уровне инстинктов в зоне владения рептильного мозга, да. И вот инстинкты по-любому надо перепрописывать, они будут связаны с нашим программным обеспечением, зачастую какими-то генетическими предустановками. А вот что делаем? Мы концентрируемся на наших чувствах. Вот сейчас, здесь и сейчас, вот этот человек выругался матом, и у вас поднялась волна. Вы чувствуете эту волну, вы чувствуете вот эту эмоциональную привязку, вы чувствуете этот дискомфорт. Что надо сделать следующим шагом? Вот вы почувствовали и зафиксировали. Вы позвольте себе для начала, скажите, проговорите себе, я принимаю, и я имею право чувствовать то, что я чувствую. Мы приняли наш мир чувств. Следующим шагом. Желательно сесть. Это будет через пассивный транс. Если вы в это время идете, например, по улице, по дорожке, можно сделать это на ходу. Это будет в активном трансе, все равно проработка будет идти. В таком случае имеет смысл либо слегка прикрыть глаза, открывать, чтобы видеть дорогу, либо если вы сидите в кресле, просто сесть, расслабиться максимально и задать себе вопрос, когда я последний раз, вот концентрироваться на этих чувствах, на этих ощущениях, которые у вас были в теле, задать себе вопрос, когда я в первый раз почувствовал вот эти чувства. Когда у меня были ситуации, когда у меня возникали такие же чувства. И возможно, кто-то из вас вспомнит, как отец там бронился на мать, или дед на бабушку, или еще что-то такое. То есть придут какие-то воспоминания. После того, как они пришли, можно еще углубиться, задать вопрос, возможно, были более ранние точки вот с такими чувствами. И вы понимаете, у кого-то придет информация из перинатального периода. Вполне возможно, что это происходило, когда ваша мама была беременна, и тогда вы не видите образов, а просто вы знаете, что вот это происходило так. И не надо этому сопротивляться или противиться. Просто наша задача найти эту крайнюю точку в нашей жизни, вот в нашем этом проявлении, с которой и запускался вот этот вот механизм. После этого, когда вы почувствовали эту точку, вы увидели эту ситуацию, вы прожили эту ситуацию, ваше дело принять эту ситуацию и дальше поговорить самому с собой. Во время разговора с собой что мы делаем? Мы принимаем эту ситуацию как данность. Мы позволяем ей быть. Мы принимаем наш мир чувств и позволяем ему быть. Мы осознаем, что эта ситуация нам была выгодна. Зачем-то она нам была дана. И здесь вдруг вас всплывет у каждого свое вопросы с ответственностью, вопросы с доверием, вопросы с любовью, вопросы еще с какими-то планами, планами, да, которые с ресурсными состояниями, которые, эта ситуация, которым подталкивала вас в развитии, да, она вам была выгодна, ваше бессознательное стремилось вас чему-то научить. То есть из этого надо извлечь какой-то урок, да. Вы этот урок извлекаете, вы принимаете этот урок, вы благодарите Бога Вселенную за этот урок, и вы признаете в том, что он послужил тому, чтобы вы это осознали. И после этого вы можете, вы можете найти там какое-то убеждение свое, да, в виде программы, которая может звучать, что там курение – это зло, или курение приводит там к каким-то раковым опухолям, или, или, вот, что он негативно влияет. Вот эти все программы, вы можете обратиться к своему Высшему Я и попросить их удалить, да. Удалить и это пространство, место удаленных программ. Иногда заполняют другими программами, которые считают позитивными. Это удобно сделать тем людям, которые еще не прорабатывали свой эмоциональный слой вообще никак, только начинают работать с собой. Тогда можно заменять на что-то, потому что святое место пусто не бывает. Но если вы, в принципе, уже в процессе работы над собой достаточно такой опытный, опытный продвинутый юзер, то я бы рекомендовала заполнять это место просто чувством любви. Просто чувством любви и благодарности к Богу за то, что он освобождает место на вашем дисковом пространстве для того, чтобы его использовать в дальнейшем для работы с энергоинформационным полем. И тогда сюда не надо будет ничего ставить. Но замену произвести надо. Замену либо на чувство любви, на наполнение энергии любви, либо на другое убеждение. И вот после того, как вот этот момент пройден, вы благодарите Бога, благодарите ситуацию в этой точке, возвращаетесь в предыдущую точку, проделываете операцию принятия, осознавания вторичных выгод, принятия вторичных выгод, завершения данного опыта, наполнения любовью, переходите в следующую ситуацию уже в современном мире. И вдруг вы замечаете, что вот этот человек, который вас только что раздражал и включал в вас вот эти негативные эмоции, уже не раздражает вас. И вы благодарите Бога за то, что вы смогли столь полезно извлечь для себя урок из данной ситуации. И знаете, что происходит, интересно, на физиологическом уровне? Наше инстинктивное реагирование, мы вот цепь инстинкта разорвали, да, вот этого реагирования. И нашему телу надо создать новую нейронную связь на другой тип реакции. И если эта реакция будет положительной, ну, курит человек, ну, и курит им к нему, можно сказать, а мне неприятно, вы знаете, можете отойти. Да, но у вас уже зла нет, у вас реакции как таковой нет. А возможно, в вашей жизни больше не будут появляться эти люди, и вам вообще вот эта реакция, она сформируется в дальнейшем, но она сформируется уже из любви и из других более высокочастотных состояний. Не из негатива, не из раздражения, не из критики и осуждения и переваливания ответственности. Вот такая вот техника зеркального отражения. В конце можно поблагодарить себя, можно поблагодарить свое высшее Я, можно поблагодарить Бога и завершить данную работу над собой. Чем хороша техника? Ее можно делать как в активном трансе, да, когда вы передвигаетесь, например, или стоите на гвоздях, или еще что-то. Она тогда эффективность имеет кратную. Ее можно делать в пассивном трансе, например, когда вы сели в медитацию, и расслабились. То есть вы сами выбирайте. Ее можно делать за рулем, правда, быть очень внимательным, потому что глаза в данном случае закрывать нельзя. Вот, поверьте, за рулем это неудобно, просто там используется транс, можно использовать водительское сидение, припарковаться и это дело сделать. Вот. Ее можно использовать очень много. где, сидя на работе, там, за компьютером, сидя-сидя. То есть она достаточно быстро, эта работа ведется внутри вас. Первый раз имеет смысл наработать в кресле, а потом по этому же алгоритму достаточно быстро все это отрабатывается уже в активных состояниях. И эта практика очень быстро меняет вашу жизнь. Реально очень быстро врывается и меняет. Практика предложена Евгением Волковым на одном из его семинаров. Она сочетается, и, наверное, многие, кто проходил там практику тета-хиллинга, будут кричать, что это тета-хиллинг, РПТ, будут кричать, что это РПТ. Коучеры будут говорить, что это чистой воды и коучинг самим с собой. А гипнотизеры скажут, что это самогипноз. И, господа, все они будут правы. Это микс. Это микс на результат. Благодарю вас. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова